С 1 января тариф за вывоз мусора появится отдельной строкой в квитанции за ЖКХ. К тому же цифра эта будет немаленькая. Все в рамках федерального закона. Плата за вывоз мусора будет рассчитываться на каждого человека в семье. Нюансы в том, что вступивший в силу закон из коммунальной услуги превращается в жилищную. То есть тариф устанавливают собственники и управляющие компании. В региональном отделении управления федеральной антимонопольной службы рассказали, что согласно федеральному закону сбором, перевозкой и сдачей твердых бытовых отходов может заниматься как один, так и несколько операторов. Это решение принимает каждый регион самостоятельно. В Рязани выбор пал на одну компанию, которую определили по конкурсу. Действующее законодательство предусматривает, что жизненный цикл мусора начинается от того момента, когда идет сбор, а потом утилизация, захоронение. Там очень много стадий. Вот эти все операции могут выполнять иные хозяйствующие субъекты, не только региональный оператор. Я полагаю, что такая схема будет применена и на территории Рязанской области. То есть на самом деле во всей этой цепочке будет участвовать не один региональный оператор, реально оказывать услуги, а достаточно большое количество хозяйствующих субъектов. Транспортировкой твердых бытовых отходов в Рязани будет заниматься компания ООО «Экопронск». Правда, это вторая организация, которая конкурс выиграла. С первой компанией ООО «Экосервис» сотрудники регионального УФАС нашли нарушение. В настоящий момент соглашение с компанией еще не подписано, поэтому за январь рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу. Уже после подписания будет предоставлен экономически обоснованный тариф, который должна будет утвердить энергетическая комиссия. Новая реформа появилась практически незаметно и теперь людям просто предлагают с этим жить. Никого к изменениям так и не подготовили, а о нововведениях в этой сфере говорилось уже давно. Так активисты города предлагали свою альтернативу по сбору мусора, которая к тому же будет системой поощрения. Если предложить людям, что часть суммы, часть затрат на вывоз мусора того же самого будет компенсироваться тем, что они принесут в определенные пункты раздельный мусор, это тоже поддержка населения социальная. Подобную идею уже высказал заместитель главы Минстроя Андрей Чибис. Суть ее заключается в том, что можно платить за вывоз твердых бытовых отходов куда меньше, если люди начнут разделять мусор. Правда, чтобы скидку получить, такое решение должен принять весь дом, но при этом платеж могут сократить чуть ли не в два раза. Как будет работать новая реформа в стране и конкретно в городе неизвестно. В прошлом месяце Рязань уже столкнулась с мусорным коллапсом. Во многих дворах его не вывозили по несколько дней, а ситуация эта происходила, когда операторов, отвечающих за транспортировку мусора, было в городе несколько. Теперь все это ляжет на плечи одного. В региональном отделении УФАС пояснили, что согласно новому закону, при появлении подобной ситуации оператор будет выносить постановление местной управляющей компании, которая должна убрать свалку в течение 30 дней. Если этого не произойдет, то оператор выпишет штраф и займется этой проблемой сам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилен, телекомпания «Город».